всем здорово всем привет вы на канале гамбита здорово ребята и у нас коллаб коллаб с титанами обожаю все очень круто все зашибись мне очень нравится мне зашло я фанат титанов надеюсь вы тоже фанат титанов если да то пишите комментарии что вы тоже фанат титанов и вам понравился коллаб либо же вы фанат титанов вам не понравился коллаб потому что эрэн не такой имбовый как был в аниме такого плана вот но мы переходим в принципе сейчас к обзору коллаба и что нам нужно знать про новый коллаб и новых персонажей попробую здесь вкратце то есть нас выходят два новых персонажа это новый эрэн и новый леви ну в принципе ничего страшного ультимейты я думаю вы уже видели либо в трейлере либо сами можете посмотреть они на ютубчике есть вот дальше пул героев витрина основной момент мне нравится я ставлю даже четверку из пяти вот потому как у нас есть пять титанов есть пять плохих персонажей я считаю это все же пять плохих персонажей хотя два и вот этих последних типа достаточно такие редкие персонажи вот моз возможно они у вас не шестые хотя к минимуму вот это не шестая и есть новая рокси и новая моно два хороших персонажа реально хороших персонажа то есть у нас пять коллабов пять плохих персонажей, и два хороших персонажа. По факту, это плюс в нашу пользу. Нежели, ну, это плюс в нашу пользу. Мне нравится. Рассно-ка. Интересно, конечно, как они будут падать, как много их будут сыпать. Потому что на открытие коллаба у меня будут две ротации. Это точно. Возможно, там как-то накоплю на третью ротацию. Но две ротации у меня точно будет, и поиграем, покрутим как минимум две ротации. Вот, может, там еще кто-то убьет булочку, и у меня будет больше ротации. Но булочка, живи. Вот. Как стримбоссы наши титанические стримбоссы. Мне нравится. Вот. Дальше. Будет продаваться гарант-билет, где мы получим одного из пяти просто на рандоме. И это первый почтноут. Второй почтноут нам говорит о том, что да, выходят новые персонажи. Выходят типа старые персонажи. Новые релики, о которых мы поговорим чуть попозже, потому что у меня есть отдельные скрины. Вот. Дальше. Донат. Донат, донат, донат. И здесь особо ничего интересного нет. Я, ну, как минимум, я для себя ничего интересного не нашел. Прям такого, что вау, хочу купить. Нет. Вот. Дальше. 30 билетов, которые нам дают за логин-эвент. Это круто. И так же самое 10 билетов нам будут давать в наградах. Вот. Все так же самое, типа, выполни 5 легких заданий, получи 10 билетов дополнительно, и того, 40 билетов на коллаб. И плюс коллабного леви красного, старого. В принципе, почему бы и нет. Старый леви получается очень хорошим ПВЕ персонажем. У него уже крит послал таргет. То есть, если у нас там, типа, он критует по персонажу с самым лоу-хп формацией оппонента. А если он один, то есть, например, первородный там какой-то другой босс, леви гарантированно по нему критует. То есть, это очень хороший ПВЕ персонаж. Мне нравится. Вот. Дальше. Будет какая-то небольшая история. И это им реальный лайк, респект и уважение. Вот. Так само выпускают эссарного Эрена. Синего. Вот. Это шестой персонаж, который вам будет давать нахаляву. То есть, получается, вы двух персонажей из коллаба получите точно. Остальные крутите либо нет. Это уже у вас ваш выбор. Но у вас будет 40 билетов. Маловато, конечно. Но для коллаба это, в принципе, неплохо. Вот. Дальше. Будут ивентики, где вам будут выдавать реликвии. Нахаляву вам просто нужно пройти ивентики. То есть, вот два ивенти... Два сундучка здесь. Так само и пятая копия эссарного Эрена тоже здесь. Я думаю, где-то шестая копия тоже будет. То есть, у вас будет новый старый эссарный Эрон 6-6 точно. Вот. То есть, хотя бы один персонаж 6-6 ультой у вас будет сразу. Вот. И ресурсы на все реликвии, на весь коллаб. То есть, все пять реликвий у вас тоже будут. Вот. Старые косты тоже будут выдавать. То есть, они не будут за донат. Они будут за активность. То есть, очень много костюмов, очень много внешки мы получим на халяву, на ту же самую Микасу. Красотка. Вот. Ладно, идем дальше. Очень много рельсов. Мне нравится. Это идейно уже пятый. Пятый релик. И у нас будут все релики. Все. Об этом я уже сказал. Вот. Дальше еще, типа, какие-то ивентики. Все остальное. Два героя представителя. Костюмы, которые будут за донат. И из 14 костюмов у нас только будет один. За гемы. За 60 гемов. Все остальные 13 костюмов. Это донат. Исключительно донаты. По-другому вы их не получите. Говорю сразу. Вот. Хоукпасс. И, боже, здесь на Япи выйдет Король Демонов. И хоукпассовская внешка на Корея Демонов. И это страшно. Это реально страшно. И даже мой Ласт Вейн этому по-другому не поможет. Короче, если вы видели, вы понимаете о чем есть. Если не видели, лучше не смотрите на новую внешку на Корея Демонов. Она... Она... Она да. Она просто да. Я больше ничего говорить не буду. Вот. Убрали башню испытаний, на которой я видос все еще не сделал. Переделывают старых персонажей, дают им статы, меняют им скиллы, сделают скиллы чуть более интересными в плане отыгрыша там в топного плана. Вот. Но это все дело я уже разбирать не буду. Слишком мелко. И просто уже посмотрим на реализацию. Потому что старые Титаны особо как бы не будут играться. Вот. Давайте перейдем уже сразу к старым Титанам. И обзоров на их реликвии. И, в принципе, на их изменения. Короче. Эрон. Тот, который трансформируется. Получает релик, который увеличит шкалу суперприема на 2. То есть, если мы играем с едой на ультимейт и зеленой Мэрлина, мы получаем сразу фулл шкалу. И ходим вторые. Получаем. Ну, честно сказать. Ну, окей. Ну, хорошо. Ну, это единственное, что можно сказать. Эрон еще туда не играл. И сейчас он может сказать. Ну, ну, хорошо. И все. Я, конечно, попробую немножко поиграть. Чисто так по фану. Но это будет чисто так по фану. Не более того. Дальше. Микаса. Вот здесь разочарование. Это прикольно, но разочарование. Ей дают реликвию, которые если все союзники, участвующие в ПВЕ активности, не в ПВП, а именно в ПВЕ. И это очень расстроило меня, потому как я хотел с ней поиграть в ПВП. Вот. Являются людьми. Базовые характеристики людей, участвующих в битве, увеличиваются на 10% для каждого союзника. А урон, наносимый навыками одночной атаки, увеличивается на 15%. То бишь, 3 союзника людей. 30% базы. 45% дополнительный наносимый урон слоу-таргет атакой. В ПВЕ активности это очень хорошо. Но ее нужно будет покрутить. Я, в принципе, попробую ее даже в ПУП заюзать, потому что ей единственный из старых коллабов, которому поменяли пассивку. И теперь пассивка нужно 5 раз атаковать наших союзников. Вот. Чтоб кто-то из наших союзников получил демош. Для того, чтоб она получила 30% всех характеристик. То есть по 6% за одну атаку по нашим союзникам. Это, на самом деле, очень быстрый разгон. И 30% всех характеристик, извините меня, это не так-то и мало. Можно даже в команде людей ее заюзать. Даже с хреновым реликом. Но если у нее будет хорошая БК, вот, то почему бы и нет? Если ей реально БК поднимут, так же самое, как и новым персонажам, то почему бы и нет? Можно будет попробовать заюзать в ПВП. Вот там Бан, Эсконор, там какой-то Артур у вас снова. То есть такого плана, почему бы и нет? Она не подвязана под какой определенной расе. То есть она может играть как с союзниками людьми, так и с другими союзниками в ПВП. А в ПВЕ, да, ей нужны, типа, союзники-люди. Дальше. Эры, ой, леви, которого дают нам на халяву. Увеличит ваш критический урон на 20% за каждую имеющуюся. У вас шкалу суперприема. Ну, короче, за каждый орб шкалу суперприема плюс 20% крит дамага. В принципе, неплохой буст для ПВЕ персонажа. Потому что в ПВП мы, скорее всего, будем юзать, ну, как бы, нового леви, нежели старого. Ну, хотя можно и нового попробовать. Вот. Ну, он красный. Чтоб новый, чтоб старый леви убивал нового леви, потому что новый леви зеленый. Вот. Разве что как-то так? Ну, короче, типа, здесь непонятно, но очень хорошо в плане ПВЕ. Это тоже ПВП непонятно, но очень хорошо в плане ПВЕ. А это ни туда, ни сюда. Ха! Эрн как оставался, так и остается вообще непонятно. Ни туда, ни сюда. Ладно. Новый Эрн, вот, который визуально мне не понравился. Лично мое мнение, визуально он мне не понравился. Но 69,4 тысячи БК. Это на 500-600 БК меньше, чем у темного Мела, который сейчас играет в команде демонов. Из Чернобыля. Ну, из... Ну, да, у него... У него чертовски хорошая БК. 69,4. Да, это макшенный Эрн, но у него чертовски крутой БК. То есть, когда ты ставишь коллаб, у тебя там не 60, 60... Ну, 66, 66,5 тысяч БК в ХПД в сете, 69,5 тысяч БК в ХПД в сете. Да, спасибо большое. У нас новые коллабы по БК как в фестивале. Да, это есть. Да, оно так и есть. Работает. Поэтому, ну, коллабы будут играть. Здесь, к сожалению, все очень сложно. Вот именно для Эррона все очень сложно и непонятно. То есть, многие говорят, что это будет просто проходной персонаж. Мне же, на самом деле, отчасти Эррон даже нравится. То есть, за каждого союзника, гиганта, либо человека, участвующего в битве, увеличат свои характеристики на 10%, ну, базовые характеристики, не все, а именно базовые, на 10%. Итого 30% базы мы получаем за союзника человека, либо великана. Когда вы атакуете врага, увеличат наносимый урон на 30% за каждый положительный эффект на этом враге. А почему бы и нет? 30% за каждый баф на враге. Например, Архис на наше. Там дамага будет очень много. Дополнительно сверху наноситься. Поэтому это прикольно. Способность связанность с атакой увеличится на 25%, когда союзник атакует врага с выгодным атрибутом. То есть, когда красный бьет зеленого, зеленый бьет синий, либо синий бьет красного, дополнительного получаем плюс 20% связанность с атакой характеристики для каждого нашего союзника. И это прикольно. Вот. Кроме того, добавляет в себя к красе гиганты. Вот. То есть, он так же самокий человек, как Сигурд. Сигурд у нас человек-демон, Эрн у нас человек-великан. Вот. И то и другое. То есть, на него работает релик Матроны 25% базовых характеристик для союзников-великанов. На него это тоже будет работать. Идея неплоха. Идея реально неплоха. Под воздействием специального боевого навыка, ну, короче, когда ваши союзники-великаны получают дэмэдж, восстанавливают 10% от максимального АЗ. Вот. Для всех союзников-гигантов. Вот. Не знаю, почему это не для союзников-людей, так же, но в начале нашего хода, вот, мы будем получать 10% максимального хила максимального этого самого. 10% хила от максимального АЗ. Вот. Я немножко запутался, потому что стараюсь очень быстро донести информацию, не растягивать этот видос на очень много. Вот. Идейно, прикольно, но почему для людей этого бонуса не дали, я так же самое и не понял. И реликвия, в отличие от великанов, она дает, типа, когда союзник-человек использует навык по салатарьи цели, игнорирует 30% крит-сопротивления, то есть на 30% шанс критануть будет выше. Ну, в принципе, это прикольно. То есть идея его крутая, но пока реализация очень хромает. Разрабы не смогли показать нормальный ПВП с ним, поэтому пока странно. То есть хил для великанов, игнорирование крит-урона для людей. А интересно, а если бы этот релик работал бы и на великанов, это что, сломало бы меты, если бы великаны атаковали, игнорировали 30% крит-сопротивления цели? Ну, походу, разрабы боятся меты великанов, поэтому нельзя давать этот бонус великанам. Вот. Короче, идея ясна. Разрабы боятся великанов. Дальше, давайте по скиллам пройдемся. Первый скилл наносит сокрушительный урон, равный 390% от атаки по одному противнику. Подавление. Х2 урон под действием дебафа. Здесь основной момент. Некоторые переводят как баф, некоторые переводят как дебаф. То есть здесь пока непонятно. Но Х2 демедж у нас уже есть. И Х2 крит урон. Это страшно. Х2 крит урон, если мы критуем, и если мы еще получаем, то есть бьем, либо, ну, если даже рассмотреть то, как у меня перевод идет по дебафу. Мы накладываем дебаф. Х2 под дебафом. И Х2 крит урон. И мы критуем, потому что вторая его карта снижает защитные характеристики одного врага на 40% и наносит урон, равный 300% от атаки. Ну, и на 3 раунда уменьшает защитные характеристики одного врага на 40%. Это крит сопротивление и крит оборона. На 40% ниже. У нас оба салатарита, поэтому мы оба эти салатарита будут получать бонус от реликвии. На 30% игнорирование защит, ну, типа, критического сопротивления. Итого у нас почти 70% шанс крита. То есть тут 40%, там 30%, но это золотая карта, скорее всего. При более низких уровнях, возможно, здесь не будет 40%. Вот. И получается весьма неплохая комба и демэдж по дебафам и Х2 крит урону. Де-факто это у нас светлый бан. Здравствуйте, ребят. Новый. Вот этот. Эрон, это светлый бан. Да, у него, у светлого бана тоже есть комбинация. Накладываешь дебаф и убиваешь цель за атаку. Здесь все то же самое. Так же самое. Работает идеально. Да, только у светлого бана метка чуть поинтереснее уменьшает на 100% шанс критического удара. Вот. Там поинтереснее метка намного. И ультимат на 2 хода дает себе эффект увеличения шанса крита на 100% и нанесите всем врагам критический урон, равный 340% от атаки. Х2 крит... Увеличение Х2 крит урона. То есть здесь Х2 крит урон, здесь Х2 крит урон. Короче, Эрон очень много критует. Так же самое, в принципе, как светлый бан. Вот. И что я хотел сказать? Я хотел сказать, что есть один момент, что при первом левере мы получаем 15% шанса крита. 15. То есть 1-6 он играться не будет. Ну, он будет... Не, ладно, он будет играться, но будет очень плохо играться. Короче, здесь идея фестивального персонажа. Прямо реально заряженного фестивального персонажа. То есть 1-6, ну, это... Ну, ультимейт его будет просто шуткой. Извините меня, но оно так и есть. Вот. Поэтому это полноценный светлый бан, потому что при лоу ультимейте светлый бан очень плохо играется. Вот. Чем больше ультимейт, чем выше ультимейт у светлого бана, тем он лучше играет. И 6-6 он прям максимально опасен на арене. Вот. Так же самое, Эрон. При 6-ом ультимейте он будет в самом максимальном на арене. Здравствуйте, добрый вечер. Да, это была копия светлого бана. Вот. А теперь копия короля демонов. Вы хотели себе короля демонов в виде леви? Я хотел, как минимум. Вот. Поэтому получаем копию короля демонов в виде леви. И это очень чертовски страшный персонаж. Потому что на 2 раунда, во-первых, да, типа его БК 66,6 тысяч БК, 66,7 тысяч БК в атаке дефсете. Это очень хорошая БК для коллаб, для коллаба так тем более. Вот. Поэтому, ну, считайте тоже те же самые, где-то около 70 тысяч БК в ХПД в сете. Вот. И вот здесь давайте повеселиться. Здесь просто висели. В начале битвы ставить себе метку защиты на 2 хода и увеличить свои, типа пробивать, свою степень пронзания на 30% за каждого союзника человека, участвующего в битве. 90% степени пронзания. И вот эта защитная метка дает ему защиту от критического удара 80% по нему анриэл критануть. И еще он получает на эти 2 раунда иммунитет к дебафам. Так же самое как король демонов. Он тоже получает какую-то защиту на первые 2 хода. Один в один. Один в один. Как я и говорил. Кроме того, когда вы используете навык, прежде чем он активируется, снимает 1 положительный эффект со всех врагов и накладывает критическую метку на врага, чей положительный эффект был снят на 2 хода. И это очень люто. То есть у демонов сразу есть бафы. Мы все знаем король демонов, у них всегда сразу есть бафы. А здесь мы будем использовать скиллы и сразу же снимать эти бафы. Накладывать сверху метку, которая уменьшается при тренинг критическом удару на 50%. На 50% по вашим персонажам будет легче критануть. Вот это, да, это неперекрываемое, то есть они не стакаются, она не перекрывает друг друга, то есть сняли, все, отлично. Но при этом каждый раз снимать мы бафы будем. Это сильнее, чем Риммеру, который мог снять один баф в начале своего хода, а здесь скинул два умения, минус два бафа с каждого. И не важно, что ты атакуешь соло таргетцель, либо ауешишь, они снимаются со всех. И это очень люто. И, кстати, да, типа, каждая вот эта вот критическая метка увеличит ваш крит урон на 40% и того плюс 120% критического урона. Это очень много. И так само типа реликвия увеличит ваш шанс критический удар на 10% закажет дебаф на всех врагах. Здравствуйте, добрый вечер. Леви будут критовать. Леви будут очень много критовать. И по его скиллам. Первый скилл наносит особый урон 450% от атаки по одному врагу. Скорость пронзания. Х2. 90% степени пронзания было до этого, да? И еще Х2. Давайте накинем. Почему бы нет? Слишком мало семени пронзания. Риммеру тогда бил недостаточно сильно. Здесь должно быть больше. Попадание врагу критической меткой удваивает критический. Если мы снимаем баф. То есть бафы сейчас иметь на арене будет прям очень критично против леви. Потому как есть баф. Леви вас атакует, снимает этот баф, накладывает метку, получает 120%. Если снимет с каждого. И на каждого наложит эту метку. Получает 120% шанса критического урона. И здесь Х2 крит урон. У него там допустим в начале около 220. хит урон. Плюс 120 это 340. И Х2 это почти 700% критический дэмэдж. Под Х2 степени пронзания, который он получает 90% до этого. И скажите, что это очень слабая карта. Вот. Это чертовски лютая карта. Вторая карта это стандартно это инфект. Не более, не менее. Вот. То есть мы можем накладывать инфект. Сверху мы будем накладывать допустим типа критическую метку свою. Итого у нас 6 дебафов. Уже будет на врагах даже без зеленого сареля. Это 6 дебафов. Это 60% плюс шанс крита. Леви. Леви. Да. И ультимейт. На 2 хода дает себе эффект увеличения пронзания. степень пронзания на 100% и нанесите всем врагам колющий урон 475% от вашей силы атаки и 7 пронзания х3. У нас до этого было плюс 90. Допустим база там какая-то ну 80 пускай допустим да. Типа 8 плюс 90 170 плюс сотка это 270 тут почти 300 процентов степени пронзания х3. 900 процентов степени пронзания 900 от ультимейта 900 процентов степени пронзания здесь у Леви просто лютейшие цифры что первая карта наносит много там 700 процентов крит урона и еще х2 степени пронзания что эта карта наносит чертовски много 900 процентов степени пронзания ну куда столько то есть даже если взять красного кинга 4 слот что смотрит Звучит само по себе безумно Мы все равно получим при ультимейте 450% степени пронзания И это тоже очень много Это дополнительный дэмэдж от ультимейта Короче, Леви получился очень сильным Прям реально сильным Это король демонов, который сейчас очень сильный И есть Эрн, который ну просто интересный Который может вытянуть Мету великанов из дна Хотя скорее всего он этого не сделает Ну просто фановые команды будут Но не стоит забывать, что мы можем Эрна поставить вместе с Леви в формацию И у нас будет светлый бан и король демонов В одной формации Да, здравствует новая мета Демонов И если вы например думаете, что Эти персонажи поиграют чуть-чуть и уйдут Леви не уйдет точно С Эрном будет много разных тестов Но если не будут выходить новые великаны То и Эрн тоже особо играть не будет Хотя возможно под Эрна там в дальнейшем Выпустят какого-то нового прикольного великана То есть так же само как Ехидна Играет со всеми новыми неизвестными Так же само и Эрн будет играть со всеми новыми великанами Если они как-то будут себя проявлять В пвп активности Но на данный момент у нас есть Скади, Матрона 4 слот с реликом И например Дианка Можно попробовать Хотя очень-очень спорно Но попробовать в принципе там можно Вот, никто не запрещал Ну вот здесь смотрится просто Интересно и может так же само с командой людей Мешать, либо же мешать там Типа людей и великанов То есть светлый бан там Диан Как показали разрабы Но это будет очень слабо против демонов А вот это уже наоборот будет очень сильно против демонов С учетом того, что у Леви На 2 раунда иммунитет к дебафам 2 раунда иммунитет к дебафам Но ультимейт тоже очень сильно скалируется 15% дополнительной степени пронзания При ультимейте Это мало Это реально мало При 6-6 это 100 То есть у нас получается коллаб Который очень сильно в новых персонажах Подвязан под ультимейт У нас есть 3 хороших фановых персонажа Которых можно завязать как в ПВП Так и по большей части эти 2 персонажа Будут хорошо себя показывать В ПВЕ активности Даже не качанные Вы можете скипнуть этот коллаб Получить только 2 персонажей Сарного Эррона и Леви Вот вы не получите Микасу Ой, у меня горло болит 2 Эрронов и еще нового Леви Вот, но Идейно Покрутить хотя бы 1 копией Весь коллаб Я все же наверное советую Не из-за того, что там Я кит там гонюсь там Типа за каким-то персонажем И тому подобного плана Нет, мне больше нравится то, что К этим всем титанам Дадутся сразу релики Вот, и например Старые титаны Им не надо прям очень сильная прокачка И тому подобного плана Они хорошо себя будут показывать В плане ПВЕ активности То есть та же самая Микаса С реликом в команде людей Ну это страшно Это релик Фрейра Только Х2 сильнее Это мне нравится Вот здесь тоже В принципе прикольно Типа гарантированный Крит урон По соло-мобу Очень крутая тема Вот Да, понятное дело Что эти 2 новых Титана, так скажем Да, из атаки Титанов То есть 2 этих новых человека Они требуют К себе большего внимания В плане доната В плане ультимейта И пока булушка живой Вот Такого плана Ладно, ребят Спасибо за внимание Это была вся информация По коллабу Которая сейчас доступна Вот Пишите в комментариях Будете крутить его или нет Ну, на этом мне все Спасибо за внимание Вот Буду ждать Очень сильно вас На стримчиках И на следующих видосиках Потому что контента по Титанам Постараюсь сделать Как можно больше Мне этот коллаб Понравился И мне сегодня даже Подарили Брелок Не только с Лост Вейном Но еще и с Гербом Вот так Вот так Вот так Во Ответ разведки Крылья свободы Все Ребят На этом все Спасибо за внимание Было круто Получить столько Много Пана На стриме разрабов И я надеюсь Получить хотя бы Что-то с витрины И поиграть нормально На новых Титанах Вот, ребят Так что до скорого Ребят Увидимся с вами обязательно На этом канале Здесь будет еще много контента Подписывайтесь Ставьте лайки Ну, на этом мне все До скорого Покедова